Как подготовить сад к зиме? Нужно ли защищать растения от мороза? Какие цветы стоит накрывать? И как обрезать деревья? Сотрудники столичного ботанического сада утверждают, помочь растениям можно и нужно. Главное, правильно. После опадения листвы ее надо убрать и сжечь, наверное, или закомпостировать, для того, чтобы находящиеся на ней болезни и вредители не смогли весной вернуться на растения. Зимой кора очень нагревается солнцем, и во избежание ее растрескивания стволы расчищают от лишних наслоений и производят побелку до первых скелетных ветвей. Есть поврежденная ветвь, мы тоже ее обрежем. Здесь вот веточка, которая, в общем-то, загущает крону, мы можем ее удалить прямо возле самого побега. При этом удаляем усохшие ветви. Мы должны немножко укорачивать ветви, которые идут на периметр кроны, чтобы не давать ей сильно разрастаться, ибо сильно удлинившиеся ветви, они будут отгибаться, возможно, придется ставить подпорки. Если они будут находиться близко к стволу дерева, они будут крепкие и будут плотно удерживать свой урожай. К зимней спячке требуют подготовки и многолетние цветы. Выжидаем неделю при первых заморозках для выработки иммунитета и начинаем обрезку. Эту процедуру лучше проводить в солнечный день после 10 утра. Мы обязательно должны вырезать вот все вот такие невызревшие побеги. Все, что имеет вот такие листья, окрашенные антоцианом, в яркий такой вот цвет по краешку. Все это нужно вырезать, чтобы это не стало причиной распространения инфекции, потому что невызревшие побеги, они прихватываются сильным морозом, и, соответственно, тогда они начинают загниваться. Это уже ворота для инфекции. Там, где древесина почернела, всю ее нужно удалять. Все листья, которые на кустах остаются, мы все удаляем, потому что они могут на себе содержать следы болезней различных и, соответственно, вредителей. Начиная с середины октября обрезают и хризантемы. Оставляем не больше 10 сантиметров растения и укрываем его сухой землей. К концу октября желательно укрыть листвой, только дубовой. Остальную лучше не использовать, так как болеть начнется, болезни. Или же лучше всего еловый лапник. В середине апреля, когда уже снег сойдет, желательно убрать лапник и разгребсти землю, которой мы ее присыпали, для того, чтобы не было выпривания корней хризантемы, чтобы молодая поросль начала отрастать. Подготовку садок в зиме провели Вероника Алешина и Тамара Малак специально для студии. Хорошего настроения!